Чай с кальяном Программа Чай с кальяном Тоже не отказался бы? Конечно, я сегодня позаботился о нас с тобой Сейчас время такое, что Большие Легкие нужны вообще всем Вообще всем, да Стас Денисов, лидер группы Большие Легкие Сегодня у нас в гостях Приветствую Добрый день Вы прям к пандемии подогнали Ой, ну Подарок всем Пандемия подогналась под нас, мне кажется Название-то у нас уже давно такое А пандемия только сейчас образовалась Это такой ловкий маркетинговый ход Чтобы сказать, ребята, всем вам нужны Большие Легкие сейчас Мы, конечно, не догадывались об этом Что так будет, когда это все пригодится Но стародамусов у нас, к сожалению, нет Но надо этим воспользоваться В любом случае А что небольшое сердце Огромный желудок Можно продолжать тему А то я дойду там Насчет легких Я уверен Я их проверял И действительно был большой объем легких И, то есть Я это запомнил почему-то У тебя? Да Сердце не знаю, как измерить И не мерил А вот легкий действительно Был такой опыт И мне прям записали То есть вот я видел Максимальная шкала какая Прям вот Там я был записан Для севца Это такой показатель А поешь ты с какого возраста? Ой, ну я начал заниматься вокалом Лет в 14, наверное Ну я учился в музыкальной школе У меня был хор Как бы, но это все так Хор у тебя был? Ну когда-то давно Ну пел в хоре Если он заканчивал музыкальную школу Конечно он пел в хоре Я не закончил музыкальную школу Это отдельно был Обязательный предмет Участие в хоре Страшный сон Как вспомнил Ну скорее у меня вокал начался потом Я долго искал преподавателей Как так получилось Что я нашел преподавателя Академиста такого прям Мэтра Который там был Известный вокалист Челябинского оперного театра Драматического Ну он известный Да, действительно Ты из Челябинского Известный Нет, я из Москвы Из Москвы Да, просто Я на всякий случай Уточнил Преподаватель приехал в Москву Да И так получилось Что я очень долго занимался Академическим вокалом У меня Я правильно понимаю Дешевле было выписать оттуда Преподавателя Чем платить московским Конечно Да Это правда Ну и преподаватель Был говорит Это другая история Совсем Обычно наоборот Из Челябинска Уже в Москву переезжают А тут вот так Академический вокал Ты помнишь его Основы? Да Ты можешь что-то Ну я не распевался Конечно Но что-то изобразить Ну что-то легкое Для чего распевка Легкое туда Ну как-то так Ну смотри Есть Да Основа Да Есть А что не пошел Занимался С академистом И не пошел Я учился в высшем учебном заведении Но не такого Не высшего толка Скажем Не высшего эшелона Высшее учебное заведение Не высшего толка Это как? Это значит пародия на Гнесинку Пародия на консерваторию Да Не первое высшее Вот Я прочувствовал два года Скола вокала Виктора Дробыша что ли? Нет Это назывался Это супер высшее Это вообще-то совсем за облачь МСИ имени Державина И такой институт Куда собрали все специальности Какие только можно Там от актера До вокалиста До графического дизайнера И так далее Вот Ветеринаров там вроде не было Но как бы А там в последнее время Могут и появиться Всего разных причин В общем я давно уже оттуда ушел Поэтому я понять не имею Что там сейчас происходит Но в свое время было Ну Державина Закончили? Нет, не закончил Не закончил А мирская профессия Это у вас есть? Господин Стас Денисов Да Я преподаватель английского Преподаватель английского Да Их жаль Ульяна не ушла Сейчас бы оценили ее английский Она тут Может быть Ты слышал? Да Говорила с нами по-английски Мы ничего не поняли Трясло Да Ух Как отрезалась Так а это образование-то было Или просто знаете английский? Нет У меня два высших образования Еще одно не законченное А еще третье не законченное Да Третье как раз музыкально не законченное Ага Как раз музыкально и не законченное Поэтому ты сегодня на радио Кальян и ПМ Да Я так долго добирался до вас Если бы закончил Добрался бы раньше Наверное А группе большие легкие Что же тебя побудило Стать на путь постпанком? Ой Такой приличный молодой человек Да Да Вот у меня сейчас диссонанс Понимаешь На самом деле Я уже много раз слышал То что ребята Вы когда приходите Вы такие позитивные какие-то Да Лирика у вас достаточно мрачная Ну я честно У меня у самого такой конфликт То есть я в принципе Я экстраверт То есть я легко общаюсь с людьми Находитесь Но у меня вообще с музыкой Такие сложные отношения Я никогда не слушаю Вообще веселых песен Я всегда слушаю грустные Потому что когда у меня Хорошее настроение Я его уже не испорчу Ничего У Лианы Медва альбомом Можно поплакать Ой Да Попробуем Вот Да Когда у меня плохое настроение Наоборот я его подчеркиваю То есть это все И любовь у меня Там две группы Ну наверное все понимают Какие Если постпанк там говорят Первая The Q Да Собственно у меня футболка The Q Ну ладно Разрешаем Да Здесь можно The Q Так у меня есть татуировка И J.D. The Q можно показать Остальное не надо Да Большие легкие Как раз показал человек Только же Большие легкие Да Да Поэтому я всегда Люблю такое Вот немножко Меланхолично Депрессивное настроение И оно как-то немножко Меня уравновешивает Я достаточно эмоциональный Чтобы он не слишком веселый был Да Да Позитивную тварь Не хотелось удушить Да У меня периодически Такое бывает Я тоже Я смотрю только Ужасы Триллеры Слэшер С этим связан Я вот тоже Это абсолютно Для равновесия Действительно Ну здесь Как-то нормально Разговариваешь Не надо уравновешивать Позитивный настрой Какими-то страшными словами Панк приходит И считает Что там Чем он Суровее выскажется Тем Значит Больше подтвердит Я для себя решил Я для себя решил Я вчера Не вчера Посмотрел эфир Когда приходил Вокалист группы Death Gods Да И значит Я для себя решил Что Парень 20 лет Он вел себя Просто Как будто он каждый день Это делает Я решил для себя Если хотя бы процент На 25-30 Будет так же уверенно Себе вести Как он Значит Я для себя Как бы Поставлю галочку Что все нормально Я справился Да Но ты уже На этом пути Давай вернемся К большим легким Потому что Меня во-первых Волнует Ну я понял Что Почему ты выбрал Именно этот стиль Меня волнует Вообще Зачем ты Пошел на сцену Меня волнует Это в каждом человеке Потому что Который выходит И несет Своё творчество Со сцены И Чего ты ждешь От сцены И своего творчества Меня ждет Изнутри Потому что В принципе Когда пишешь Какое-то стихотворение К песню Мне не нравится Как говорят Слово тексты Я все-таки Стараюсь Думаю Что я пишу стихи Скорее И я хочу Ими поделиться Потому что Если уж брать Что у меня получается Лучше стихи Или музыка Мне кажется Стихи Музыка у меня Все дополнительно Но вот именно Стихами я Прежде всего Хочу поделиться Вот интересно Каждый раз Каждый раз Когда человек Приходит Тот Который сам Пишет Полностью Свой материал У каждого Свой подход Еще не было Два одинаковых Мнения По поводу Отношения К текстам К стихам Это поэзия Или тому Что первичнее Оно вместе Или оно Я совсем новый Сейчас услышала Подход А получается Сразу ты знаешь Что это будет Песня Или есть Отдельно стихия Отдельно Все таки Возможно Это мой крест Как раз Потому что Всегда стихотворение Идет с определенной Ритмикой То есть Какие-то отголоски Мелодии уже Возможно Если бы я писал текст И мы потом Вместе с музыкантами Как-то Может быть Получалось бы интереснее А я уже сразу Нарисовал себе Картину Наброс Всегда с какой-то Ритмикой Тешусь Себя надеждой Просто я становлюсь Менее гибкий Я сам себя Этой гибкости лишаю Тем, что я уже Имею какую-то Картину в голове И уже тяжело Ее перерисовывать Вот И все-таки Получается Ты знаешь Что это песня Да Это не имеет Отношения К моим вопросам Ват или Крис А я буду Настаивать на том Чтобы ответили На мой вопрос Для чего Ты выходишь На сцену И кому-то Несешь свой месседж Это очень важно Я На самом деле Мне очень Для чего Вообще Нужна музыка Мне Чтобы немножко Забыться Раствориться И так далее Для этого Не надо выходить На сцену Можно дома Музицировать Нет Я хочу Чтобы мы Растворялись Вместе Я и мои слушатели Я растворяюсь Тем, что я несу Энергию какую-то Да Я в этом Я просто Начинаю думать В какой момент Жизни я действительно Живу Когда я на сцене Я чувствую Что я действительно Что это Такую жизнь Я хотел бы чаще Вести Когда я Да Занимаюсь Вообще музыкой Что-то творю И так далее Это то, что Вот я действительно Люблю в этой жизни А слушатели Да Я надеюсь Что они послушают Растворятся На какое-то время Проблемах Или Идеальный вариант Когда ты не знаешь Что делать В какой-то жизненной ситуации Но ты слушаешь песню И ты какие-то Отдельные тексты Там какие-то Может быть Абсолютно абсурдные Да Нелогичный текст Но он может подсказать Тебе решение Какой-то твоей проблемы Или образ какой-то Который приведет тебя К решению Некий катарс Ты ждешь От публики А Что должен испытывать Твой слушатель Потому что Ты для себя Ты себя уравновешиваешь Потому что Ты весельчак И балагон Ты сейчас Никак не расслабишься Понимаешь А я же чувствую И хочу Чтобы ты балагон И веселился Тут вместе с нами Понимаешь Но ты себя уравновешиваешь Музыкой Достаточно мрачной Вот Что должен испытывать При этом слушатель Он после твоего концерта Должен идти Топиться в Москве реке Или должен Совершать подвиги Я думаю Я думаю Не то Не то Думал Простые вопросы Будут Честно Простые Олечка Задаст Как девушка Я понял Что самое сложное Это вообще Представить Своего слушателя Действительно Потому что Он может быть Абсолютно разный И даже Тех людей Которые приходят На концерт Я вижу Моя картина Мир меняется Потому что Я представлялся Других людей Даже Аудитория Элементарная Которая А каких Ты представлял Вот скажи Я скорее всего Вижу Людей Маньяков С топорами Нет Ну какой-то Такой С веревками С петлей Уже На шее Я представляю себе Людей Которые любят Литературу Любят стихи Любят что-то Такое Неглупое Для этого Надо было Оставаться В академическом Вокале Мрачность Там присутствует Периодически Там тоже Много Знаешь Ари От которых Плачут Действительно Сложно ответить Что я вижу Как люди Должны реагировать Хорошо В итоге Кто пришел Пришли Пришли друзья Не образованные Да Следуя логике Нет Конечно Друзей Мы выбираем Что они образованные Мы хотим Помимо друзей Друзья Это понятно Друзья Она всегда поддержит На самом деле Подходят очень разные люди Разного возраста Я не знаю Нас В последнее время Вот я вот сейчас слышу Нас сравнивают с группой Люмен Я не очень понимаю Почему Ну может быть Какое-то общее настроение Есть Да Но говорят Что вы как Люмен Но у вас немножко Меньше какого-то задора Вот этого юношеского Но есть чуть-чуть больше И меньше мелодизма Меньше Не веду Да Вот это От меня Тебе такая Это Да Мелодизма меньше Потому что вы хотите Сделать Ты опять же Целись на Образованных людей И усложняешь Свою В общем-то Достаточно Хорошую музыку И вот это усложнение Оно играет Не в твою пользу Зачем ты это делаешь Хочется умным казаться Хочется не казаться А быть Или ты просто находишься В каком-то отчаянии От того Что происходит В нашей рок-музыке Ой Я правда Вот так Может нехорошо говорить Но я Может быть уже возраст И я не могу Ничего для себя услышать Хорошего Возраст это сколько Ну я не знаю Я раньше просто помню Что я слушал По 2-3 группы в день Какие-то Мир играл красками Потому что Я понимал Что мир Красивый Классный Как много хорошей музыки Которая меня вдохновляет Сейчас Вот как те группы Я слушал По 2-3 группы в день Вот какие остались Я их же и слушаю Так же их и слушаю Ну смотри Так действительно Может наступить отчаяние Отчаяние Большие и легкие На Кальянах Это Кальян-ФМ Кальян-ФМ Постепенно Распадают На атомы Памятными тактами Все закономерно Бесконечно Происходит Потерие Ты доложишь Сомнение Так бесчеловечно Ты думаешь Плашба Аборида Пройдет И оставишь Без страха Внимание Но все Никуда От меня Не уйдет То не мнительность Просто Отчаяние Просто Отчаяние Просто Отчаяние Постоянно Я в отце Берем Никакого стремления А жизнь Так стеклянна Я ежеминутно В ожидании Чуда Без тебя Я не буду Проспаду Беспробудно Ты думаешь Плашба Аборида Пройдет И оставишь Без страха Внимание Но все Никуда От меня Не уйдет То не мнительность Просто Отчаяние Просто Отчаяние Просто Отчаяние И не важно Теперь Кто Кем Был Кем Стал Одиночество И Без Сознание Мир Тут жался До тех Показ Пока Не стал Мол И молчание Наше Отчаяние Наше Отчаяние Наше Отчаяние Наше Отчаяние Наше Отчаяние Чай Ну что Друзья Вы Вдохнули Полные Легкие У нас Сегодня Человек У которого Максимальный Объем Легких Это проверено И доказано Научным Способом Есть у него Даже Справка Вот А не страшно Не страшно Было В этот Период За свои Большие Легкие Все Боялись Трусились Дома Сидел Небось Я сидел И выходил Ванной Заперся Да Ну я это делал И пел Там свою Отчаяние Я сидел В ванной И да Я не выходил Особо из дома Только с собакой Благо что Собака у меня Гуляет там По 10 минут В день Был холодно По 10 раз Она не любит По 10 минут В день То есть Как мы выходили Она уходила То есть У меня даже Не было Шансов быть Оштрафованным За то что Я 100 метров Отошел Она на 10 Не отходила Так что В этом плане Было хорошо Но боялся Я конечно Не за легкие Я боялся За там Бабушку Которая там С родителем Живет Например Ни в коем случае Нельзя было Навещать их Да Потому что Как бы Вершина глупости Я считаю Есть такой Ну вот мы порадовались Что есть скайп Что научили пользоваться Да И мы могли общаться Поэтому я сидел дома На самом деле Я хоть говорю Что я экстраверт То есть Какие-то Видимо Во мне есть Интровертные Там черты Я получил Дикое удовольствие Сидя дома Много написал За это время У меня три новые песни Всего три новые песни Три месяца дома сидел Три новые песни Написал Ты еще и лентяя Кажется Взаимосвязь улавливается Весенка По песне Я знаю Людей Которые вообще За всю жизнь Столько и написали Все Не ну Брази К нам После карантина Столько музыкантов Пришло И многие там По альбому Я очень много Пишу в стол И я У меня такой Внутренний Какой цензор Я действительно Не могу То есть Когда я не уверен В тексте Например Я его уберу Такого лежит Очень много То есть По идее Там если покопаться Можно что-то Да Но Мне просто не интересно Мне хочется что-то новое А сам оцениваешь Вот уровень Собственно Все-таки Или ты все-таки Слушаешь там Специалистов Кто тебе говорит Что это не готов Я просто не знаю Как Мне кажется Это все Это как у Бродского Да Кто сказал Что на поэта Надо учиться Смотри какой уровень Ты учил Когда сразу Так Ни много ни мало Ну я не в курсе Сейчас себя не сравниваю Просто да Я не понимаю Как можно учиться На поэта Не понимаю Как можно учиться На писателя Это либо есть Либо нет Это либо опыт Какой-то А вот уровень Своего Произведения Который Допустим Ты собираешься Показать людям И вот Спросить специалистов А они как считают Достаточно ли это хорошо Чтобы быть В фокус-группе Изданным Да Есть у тебя Фокус-группа Не создай себе кумира Такой чатик Целую всех В этом чатике Вот мои новые Стихотворения Что скажете Пацаны И такой Раз Что они там Напишут сейчас Нет К сожалению Не делаю Потому что Нет людей Какой-то Которые с общим мышлением Очень все Разрозненные люди Которые любят Разные Смотри У тебя же на концерт Ты сам сказала Приходят люди разные И почему бы не узнать Что эти разные люди Вообще думают Что-то я подозреваю Там среди вот этих Песен в стол Дофига может быть Всяких хитов И неплохих вещей Которые Ну реально Для Бузовой Для Бузовой Есть кстати Одна Я думаю Я же угадал Я подчеркнул Между прочим Тоже вариант Почему нет Собственно Я только переписать По женщину И все будет хорошо Ну вот Ты же сказал Что ты преподаватель Английского языка Наши группы Очень многие Молодые группы Они хотят Быть нацеленными На зарубеж И Насколько я понимаю У тебя-то весь материал Русскоязычный Да Да Я чувствую просто Что я Все равно Я вроде конечно На каком-то уровне Его знаю Достаточно неплохом Но Чувствовать Вот так вот Я не могу На языке И Я не понимаю Людей Кто пытается Писать на английском Просто потому Что для меня Это все Ну Они могут сделать Как имитацию Вот ты не говори об этом Вот встречайся На революшн Но уже не встречайся Вылетели вы Да Вылетели вы С полуфинала Я скажу У меня даже есть идея Записать песню То есть она будет То что Я буду петь строчки Там что-то типа Слова непонятные Невнятные И так далее И другой Ой Какая хорошая группа Почему вы не поете на английском Это уже Будет как диалог То есть постоянно Между бубликой Это будет первая твоя веселая песня Я так понял Ну кстати Нет Я придумал веселых песен сейчас Придумал веселых песен Будет следующий альбом веселый Ну так сложно сказать Но я понял Это черная комедия Если уж брать Я кстати очень люблю Да Когда такой вот Контраст Да То что например Веселая музыка Да какая-то И какой-то Зул Утромный какой-то Текст такой Да Может мрачный И так далее Абсурдный Идеальное сочетание То есть вот он как раз Пусть петь академбокал Арт Такой Арт Хаосный Вот аукцион Есть кстати такие вещи Я люблю эту группу Да Помимо Агат Кристи Я люблю еще аукцион В России как раз А что ты Не звучишь Как они Полегче Что-то Зачем Потяжелее То все это Делаешь Ну аукцион Кстати разный бывает У них бывают Очень депрессивные Это же вещи такие Что Мне еще Но они горюют Да На самом деле Просто я К тому что Мы сейчас Стараемся держаться Вот этого определенного стиля Потому что раньше Я писал очень разные песни Там были такие Лиричные Там какие-то Веселый Был панк такой Веселый Прям Ух А сейчас я понял Что надо все это Как-то собрать в одно Мне захотелось Прям Я себя должен Немножко сжать До этого стиля Чтобы уже Какой-то там Дорожкой идти Определенной Потому что Иначе нас слушали Абсолютно разные люди И я бы тогда Точно свою аудиторию Не собрал Ты сказал сейчас Мы А группа И как-то Каким-то образом Ты говоришь Мы решили И я себя собрал Как-то они И принимают участие В решении Ну Шкурот Нас сегодня сбежал Вот Шкурот Со мной С самого начала Группы Я когда начинал Я в интернете Нашел объявление Какая-то металлгруппа Думаю Господи Металл-то я сто лет Не слушаю Да Вот Значит И я послушал Какой-то Не смог послушать Я сидел где-то на работе Нельзя было звук включать Я попросил девушку Тогда Говорю Послушай Что там за демка А то я записался На прослушивание Говорит Что там Говорит Ужас Говорит Там песня про гладиатора Такой Ооо А я не люблю Ну как бы Очень так с иронией На всей группе Ария Как бы Ко всему вот этому Не могу И пришлось Да Я на прослушивание Ребятам пел Духаст Я такой думаю Ну все Единственный плюс был То что это было Рядом с домом своим Мне было удобно ходить Совмещать с работой И в общем Я начал к ним ходить Постепенно Как-то И я забрал Тут гитариста Говорю А давай-ка Делать мы с тобой То что Что-то более такое Нормальное Ближе к людям Да Вот И собственно Я его забрал оттуда Вот так вот нормально Вот отпусти человека На прослушивание Останутся Ну а смотри Духаст Ты пел А что В индустриал Не пошли Вот они как раз Хотели играть Индастриал метал Вот это вот все На русском языке Нет уже практически Индастриал металла У нас Ой Просто звучать Например Какой-нибудь Ненедж Нейл Все равно мы не будем У нас нет столько денег Тобелиск не звучал так И ничего Играл индастриал Ну Не знаю Я как-то вот Русская металлсцена Мимо меня прошла Абсолютно Вот совершенно И пусть идет Никогда И пусть дальше идет Да Из металла люблю Там Какой-нибудь Система Очень интеллигент Такой металл Да Скорее Ну Может Наверное Начинается Как раз Хотя Который не особо металл Все-таки Наверное Так да А еще Какие стили Бутки Слушаешь У меня был В какой-то период жизни Я очень Прям Подсел на реги Но Я не знаю Обычно Когда я выбираю Какой-то стиль Я всегда выбираю Каких-то грандов Которые там Лидеры Но мне скучно От Баба Марли Не могу Но Там были группы Одисабеба Например Да Да Вот Очень понравились У меня тут Текст какой-то Я был на концерте Там Их подал Был механизмы Там были тексты В спорах Рождается истина Думает Лишь дураки А главное Истина Это любовь А много ли в спорах Любви И я прям Вот это стихи Это было наверное Как раз Они на взлёте были И реги Когда был Очень популярен Я помню Столько фестивалей было Всё куда-то Одни вегетарианцы Теперь по реги Пляшут Перешло куда-то В другой край В смузи И так далее Какой-то Зош-рэп Да Но сейчас То есть Я не могу сказать Что я пошёл В какой-то реги-концерт У меня какой-то диссонанс Произошёл С внутренним миром Не знаю Как так получилось Но Тогда у них Просто были Дальше Жадисабаба Они белорусы Там Какая-то была Политическая То есть Мы сегодня Такие наши песни Не будем ставить Но мы тоже В этом куда-то Сферу Да Вот И мне это нравилось А сейчас Они как-то там Дистанцировались от этого Немножко И уже Уже Мне тоже Как-то Думаю Ребята Вам надо было Туда Поумнели Лучше понимать Стали процессы Сколько концертов Было У больших Лёгких Ну За разные Это годы Много Но в последнем Составе Мы добавили Сейчас Виолончелистку То есть Как раз Мелодизм Вот Вот об этом Расскажи Как ты пришел К этой Виолончели В своих произведениях На самом деле Все это задумывалось Под одну песню Песня Звала Все вокруг умирает Мне хотелось Сделать ее Прямо Такой Тягучей Чтобы людей Прямо Распилили С мучком Пополам Прости Стас У меня такой Диссонанс Ты такой Позитивный Говоришь Песня моя Называлась Все вокруг умирает Понимаешь Но человек Через творчество Могу ли я сделать Это твои фишки И эту сторону жизни Можешь Да Тебя правда Будет считать Ненормальным Но ты можешь Сделать Эту фишку Так и Виолончель Пришла И не захотела Уходить Она Да Я с ней Познакомился Ну Предыдущий проект Мы как раз Виделись Когда был Предыдущий Там проект Я был вокалист Группа Называлась Теория заговора Чего Мы виделись Там Как раз С Александром Кушнеровым Да Был один момент Мы выступали В эллиминаторе Это он был Блин Ну Те тоже пересекались Слушай Вообще Я тебя не узнал А я думаю Откуда Мы в друзьях Понимаешь И я Обгадил Вашу Теорию Заговора Ну Так от души Искренне На самом деле Просто Озвучили То Что я Тогда Думал Поэтому Быстро Одно эфир Да Да Конечно Пойду Ну На самом деле Про группы Ничего плохого Не скажу Но Там Действительно Я Просто Помил В какой-то момент Что я Хочу играть Своё Ну Я и до этого Играл Своё А тут У меня Прямо раскрылось Что чужие тексты Я прям Не понимаю Не чувствую Что как-то Реально Занимаюсь Имитацией То есть Какой-то такой Занятие любовью Не по любви А просто По долгу Службы Поэтому Да Всё Я всё Это Ну Ульяна Принимал Участие В записи Нашего альбома Тогда Мы с ней Доро познакомились И я прям Вот когда писали Вот этот альбом Последний Я думаю Вот Ульяна Я её вижу Прямо на сцене Рядом Там Мы там Три парня Вот она Лёгкости Вот это Большие Все мы большие Мы там Мы там Лёгкие Пускай Пускай Будет Лёгким А я Знаешь Сижу И вспоминаю Сидит Вся группа Теория Загора Клубе Гластембери На первом этаже Пригласили Меня И я Там Значит Помнишь Да Всё помнишь Ну Стиль Так Ну Надо сказать Что Меня Как раз Похвалили Я помню Так что Я поэтому Если бы был И меня тоже Обругали Я бы не вспомнил Наверное Сейчас Ну Вспомнил Не слова Ну ладно Тогда похвалили Сейчас Можно Наверстать Тем не менее У тебя появились Большие Лёгкие Это прошло Года два Наверное Уже Или три Даже Два Два года Прошло Появились Большие Лёгкие Они появились После теории Заговора Они были До этого Но В современном Виде Сейчас Мне не говорил Да Вот И Показывать Ты стал Большой аудиторией С недавнего времени Да На фестивале Вы Стали Пытаться попасть С какого времени С этого года Вот мы весь год Участвуем В фестивалях Революшн Где еще были Повышли в финал Эмерджензи Эмерджензи Да Вот Революшн Не дотянули до финала А что помешало Скажи мне Ой Публике мало пришло Жюри вредное Ну У меня там есть идеи Может быть Да Я может быть От Ивана Расскажу Не распелся ты Ну На самом деле Тяжело было Да Публика повлияла Или все места купленные Ну там Там другое Сложно На финал Приду я Но ты уже Туда не дотянул Да Ну я тоже приду Посмотреть Давай Давай 20 сентября По моему Финал Революшн Вот придем Посмотрим Кого они там Навыбирали Кто там их купил Просто тяжело Как соперничать с группами Диза Оля Не Никто никого не купил На самом деле По голосованию жюри Мы заняли третье место То есть У нас там был Небольшой разрыв Это потому что не купили А второго места Не ну как же Стас Обычно все Группы Которые не прошли Куда-то Вылетели С какого-то Этапа Они потом пишут Я это проходил С тем же На фестивале Мото Малоярославец Там столько писали Я говорю Боже Принесите мне эти деньги За которые меня купили Где мой мерседес Я понял Что люди Очень Субъективно Как-то оценивают То есть Я смотрю У меня Одна картина Там пришел Человек Который пишет Постоянно Рецензии Какие-то На революшн Написал Что Он аж Две Писал только про две группы Три остальные Он сказал А все остальные Был русский рок Да Ну а если к чему К русскому року Ну про нас Не написал рецензии Я был в русском роке Ты согласен с этим? Ну если я пою на русском Я не согласен Если я пою на русском И рок Да Просто там была группа Там наши друзья Тоже участвовали Мы с ними попали В один как раз Полуфинал Моисовые люди Группа называлась Может быть их тоже Пригласите Я был бы рад Все будет зависит от того Что скажут мне мои агенты С революшн Понял В конце концов Мы пока приглашаем тех Кто вылетел Потому что Тех кто Тех кто дойдут до финала Они получат в качестве приза Представляешь Люди борются А вы уже у нас здесь Я чувствую себя избранно Да Да Утешительный приз Собственно последний Что я хочу резюмировать Группа играла Такой пародистый Гранж Такой В стиле Элисон Джейнс Приходит тот И говорит Так вот это Значит русский рок Хорошо Значит про группу Которая там участвовала Он сказал Что это скорее бы прогрессив То есть песни Ребят на 3 минуты Это прогрессив В его понимании То есть я тоже так Ну ладно Хорошо Какой-то раз У нас восприятие прогрессива Там не 7 Не 10 Это измененный прогрессив Это сейчас все сокращается Конечно Сейчас стандартная трека Сколько Минута 59 Ты не планируешь Свои треки сократить Еще сократить Не 3 раза Слово отчаяния повторить А 2 раза Сколько они изначально звучали По 7 минут По 6 Нет Я наоборот Там 3-4 минуты Я знаю Что там идеально Вроде как 3 минуты 2,5-3 Наверное 3,5 Уже даже говорят Этот формат не подходит 2,59 уже Да Я понял Вот А у тебя там 4,35 Медитация она должна быть Затянула Затянувшись чуть-чуть Иначе Ну мало ли что Она там должна Она там должна А народ Уже не воспринимает Уже надо что-то Поживее Пришел Умер И дальше пошел Это вопрос про мелодии Или шаманизм То есть для меня Всегда должен быть Как-то вот 50 на 50 Может быть Ну хорошо Есть группа Которые чисто мелодисты Да А тот же аукцион Если мы возьмем Там очень много Такого чисто вот Плясок вокруг костра Мне это как раз цепляет тоже Я считаю Что если уж не мелодия То тогда вот Какая-то Первобытность какая-то Должна быть А у меня Инструментов много Всевозможных Чтобы вот эта Пляска была А какие приемы Ты вот используешь Шаманские На концертах Да Я какой-то внутренний Транс еще в себе Не в себе трансы А еще трансы Да Я как бы это Это должно работать Например Тот же вот Когда регги Слабая доля Да То есть У нас слабой доли нет Но у нас есть Какой-то там определенный Я прошу свой барабанщик играть Как драм-машина То есть Он просто такой Драйвовый Да Забойный барабанщик Он может играть Да Там Сильно стучать Но Мне хочется Да Чтоб это было Более ровно Что-то И Вдох Выга Без задержек Без плавности Лучше бы тебе Хотелось Кружку Кальяна Фэм На память От нас Спасибо Водичку От наших друзей Два Офиана Спасибо Вот Я думаю Что мы все Будем произносить Заклинания Спасибо Большие Легкие Были Всегда здоровые И долго Спасибо Спасибо Стас Димисов Сегодня у нас Был в гостях Заклинания Большие Легкие На Кальян Фэм Ты слушаешь Кальян Фэм Я себя копил Сотни разных слов Их сумел спрести В тысячи узлов Вне головы моей Ты не хочешь жить Я навеский повод Мне не знать Мне не знать Как быть Остаться бы Одному Хоть ночь Голова Прошу тебя Прогнать Помочь Прочь Прочь Грустные мысли Прочь Прочь Грустные мысли Прочь Прочь Грустные мысли Грустные мысли Прочь 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 О себе Узнал Сотни разных тайн Разбираясь в них Выходил за край Понял, что себя До конца и не знал Когда пришла беда Все так легко Отдал Знаю, скоро Ветер Несет все Прочь Но Голова Прошу Останет Ночь Прочь Прочь Грустные мысли Прочь Прочь Грустные мысли Прочь Прочь Грустные мысли Грустные мысли Прочь 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 О тьме ночной Любви земной Сказать Постой Именно той Кто может быть Тебя простит И дальше Поплывет с тобой Во тьме ночной Любви земной Кто может быть Тебя простит И дальше Поплывет с тобой Во тьме ночной Любви земной Кто может быть Меня простит И дальше Поплывет со мной Прочь Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров